При виде всех этих страшных бесчисленных жертв Ходлера я опять начинал размышлять о войне. Я думал, что вот эту самую пресловутую богиню, войну, почти весь мир, все поэты, все философы, все ученые, все христианские пророки с восхищением встречают, пишут, говорят ей свои самые лестные философские и ученые панигирики. Целые трактаты, все они ее восхваляют, прославляют и как какую-нибудь величайшую мировую святыню величают. А мы, представители Церкви Христовой, к ее ногам даже повергаем свою христианскую религию во главе с самим Христом. Мы в военное время без стыда и совести выдумываем всякого рода чудесные на небе знамения или видения, вроде того, как во время русско-японской войны будто бы на облаках явилась Божья Матерь с младенцем и свою плечистую рукою оказала на восток, то есть на Японию. Как в недалеком будущем, на побежденную страну русским оружием. Во время же Семировой войны тоже будто какая-то рота или целый полк русских солдат видели Божью Матерь, окруженную на небе бесчисленными херувимами и серафимами и тому подобное. Все подобные чудовищно-фантастические выдумки нашего христианского духовенства настойчиво свидетельствуют о том, что мы, пастыри Церкви, в всю христианскую религию захватывали свою монополию. И во имя только своего постыднейшего антихристианского коммерциализма и лицемерной и залгавшейся хвостливой, гордой, кастовой нашей самоправедности, мы жертвуем ее интересам политическим, государственным и торжественно бьем в набат и трубим об этих военных небесных чудесах. И санкционируем их как реальную, божественную действительность лишь для того, чтобы подобными измышлениями угодить сильным мира сего. Два месяца прожил я во Владимире Волынске, а затем меня перевели в 77-ю бригаду государственного ополчения. В скором времени меня прикомандировали к первой школе прапорщиков Юго-Западного фронта. Тут мне приходилось работать много. Юнкера меня любили. Со многими из них у меня завязались интимные и религиозные беседы. Особенно для меня лично были цены три первых выпуска этой школы. Как-то раз зашел ко мне один юнкер. Ему давно хотелось по душе поговорить со мною. — Батюшка, — начал он, — я как никто другой нуждаюсь в откровенной беседе с вами. — Говори, — ответил я. — Вот в чем дело, — заговорил Юнкер. — Я абсолютно разочаровался в церкви и вообще в христианстве. И вот почему. Когда я был гимназистом, я верил всему и всем. Я верил преподавателям, верил книгам, верил профессорам. Но особенно я верил священникам, верил христианским церковным авторам, литературных или духовных произведений. И последним не только верил, но я любил их произведения, преклонялся перед ними и считал их даровитыми, гениальными творцами христианской мысли. Позднее, вы знаете, батюшка, мне пришлось в жизни убедиться, что все они самые вредные, ужасные жрецы лжи, обмана и всякой фальши. Они говорят и проповедуют о Боге, но их Бог — это не Бог Евангелия, это не Бог Нагорной проповеди. Христа — нет, далеко нет. Их Бог — это их же собственное Я. Другого Бога они никогда не знали и знать не будут. Они говорят, пишут, проповедуют о каком-то научном христианстве. Но это так же смешно, как было бы смешно, если бы кто-нибудь говорил или писал о научном Христе, о научном Боге. Они читают рефераты, читают лекции о христианской жизни, но сами в своей личной жизни живут совершенно иначе, являются буквально погромщиками истинного христианства. Что может быть хуже, как всю свою жизнь болтать красивые фразы и рукой у палача убивать саму христианскую жизнь? Я знаю многих епископов, которые сам воно распинаются в защиту девства, чистоты и плоти и духа, а сами имеют любовниц. И много я знал подобных проповедников христианства. Вот это-то в людях ложь, отвратительная фальшь и мерзкая маска лицемерия мне противны, и я их не выношу. Я настолько разочаровался в них, что ненавижу их, и моя душа не выносит от этой двуличности. И вот я заклеймил бы их навсегда клеймом вечного проклятия и мирового позора. Юнкер замолчал. «Сын мой, что же ты этим хочешь сказать мне?» – спросил я. «Что хочу я этим сказать вам?» – сквозь слезы проговорил Юнкер. «Я пришел к вам отвести свою душу. Мне очень тяжело жить в такой изолгавшейся атмосфере человеческой жизни. Всюду ложь. Ложь в церкви, ложь в государстве, ложь в учебных заведениях, ложь в книгах, ложь в семье, ложь в дружбе, ложь везде. А главное – ложь в современной христианской жизни. Ведь одна только ложь, ложь и ложь. Вот хотя бы относительно самой войны. Кто не знает, что она есть верх всякого зла. И несмотря на это, люди воюют, убивая друг друга, проливают собственную кровь. А священники, епископы, патриархи, папы освящают эту войну, благословляют ее. Молятся о победе той или другой армии и так далее. Юнкер замолчал. Молчал и я. Наконец он вздохнул и, упорно глядя на меня, сказал. «Отец Перидон, мне до глубины души жалко вас. Моя любовь к вам вспыхнула во мне в тот день, когда мы были в лесу на занятиях, а вас я увидел там под одним деревом. Я без слез не могу сейчас вспоминать об этом». Он заплакал. «Отец Перидон, я решил отказаться от военной службы и завтра подаю рапорт. Вас я, Бога, молю, бросьте и вы служить государству. Вы священнослужитель. Вы должны всецело принадлежать одному Христу. Вы знаете, как мне вчера было обидно за вас, когда вы приводили нас к присяге, но все же вы это делали. А ведь всякая присяга совершенно запрещена Евангелием. По-моему, она есть прямо-таки измена Христу, как царю христианскому. «Молю вас, отец Перидон, будьте хоть вы одним истинным христианским священнослужителем». Юнкер закончил, вытер свои глаза платком, встал, простился со мной и ушел в свою роту. Его слова перевернули во мне всю душу. Всю ночь я проплакал, не смыкая очей. Тяжело было. Несколько раз я спрашивал себя, где же теперь истинное христианство, которое горело бы любовью и стремилось ко Христу, чисто коллективным, практическим, святым братским подвигом? Где же находится такое христианство? Но прежде чем искать его и говорить о нем, я должен приступить теперь к своей собственной личной жизни. Я должен оставить свое язычество, и в своей личной жизни руководиться исключительно нагорной проповедью Христа. «Довольно служить дьяволу. Пора, наконец, обратиться ко Христу. И обратиться не словом, а делом, не одними порывами, а трудовой, подвижнической жизнью, любви к Богу и людям. Это будет верная христианская жизнь». Так размышлял я тогда. Прошло дней пять после моей беседы с Юнкером. Ко мне пришел еще один Юнкер. Он студент Московского университета. Пришел он ко мне в два часа ночи, во всем больничном. Жаловался, что стал душевно больным. «Как только первый раз, — говорил он, — взял я ружье в руки, у меня закружилась голова. Сердце забилось, выступил холодный пот, и я лишился сознания. Мне было страшно убивать людей. Я вспомнил в это время, как моя мама воспитывала меня, приучала меня жалеть и любить не только людей, но даже и насекомых. А тут я должен был идти убивать людей. «Милый батюшка, скажите мне, какого вы мнения о войне?» — спросил Юнкер. «Война есть величайшее зло в мире», — ответил я. «А присяга?» — спросил Юнкер. «И присяга есть зло», — ответил я. «Так вы толстовец?» «Нет, я христианин. Впрочем, сын мой. Я еще великий язычник, но только хочу быть христианином». «А так ведь Толстой проповедовал?» В этом случае он проповедовал Христову истину. А как же Соловьев оправдывал войну? Владимира Соловьева я, говоря откровенно, не люблю. Не люблю и его оправдание войны, не люблю и его космическую Христову плоть, которая, по моему мнению, немножечко поддернута пантеизмом. Вообще я не люблю таких христианских писателей, которые в своих мозгах христианство высушивают в какую-то отвлеченную космическую пыль, распыляют ее на всю Вселенную. Говоря откровенно, я вообще не люблю книжного, теоретического, отвлеченного христианства. Не только не люблю его, но я его презираю, и всем своим существом я его отрицаю. Такое христианство для меня хуже, чем какое бы ни было то язычество. А как вы, батюшка, относитесь к эстетизму? Эстетизм? По моему мнению, есть путь великого соблазна к пантеизму. «Странный вы человек, батюшка», произнес Юнкер и улыбнулся. «Может быть и так? По совести скажу тебе, сын мой. Если бы я имел такую силу, что мог бы все схоластическое, лицемерное, книжное христианство уничтожить, я бы ни на одну минуту не задумывался над этим. Моментально бы его уничтожил, и тогда, наверное, меньше было бы лжи, высякой лицемерной фальши и мерзкого ханжества. О, как душа моя не выносит такого христианства, которое все обгажено, все осквернено человеческой и залгавшейся до мозга кости душой. «Я хотел бы видеть и знать только такое христианство, сама жизнь которого бы заговорила за него, самые скрытые дела которого проповедовали бы о нем, как об истинном евангельском христианстве. И я хотел бы видеть и знать только такое христианство, которое одними своими делами говорило бы о Христе, одной своей жизнью проповедовало бы о Царстве Божием. Ведь эта божественная, святая реальность постигается только жизнью, только делом, а не одной мыслью и некрасивой современной болтовней. «О, сын мой, если бы ты только знал, как я жажду одного лишь живого Христа! Я хочу найти его! О, если бы я нашел его, то опрометью бросился бы к его ногам и хоть немножечко отдохнул бы у его ног!» Свою сложную культурную жизнь мир задавил меня. Я в нем задыхаюсь. Ах, как мне хочется упрощенной христовой жизни, жизни любви Христовой, жизни евангельского труда и святого подвига. А теперь я очень устал в непосильной внутренней душевной борьбе с собою. А ведь такая борьба есть тяжелый подвиг. Но кроме того, я еще борюсь и с культурным и залгавшимся книжным христианством. Христианством до мозга костей проникнутым лицемерием с холостическим пустым словечничеством. О, как такое современное языческое христианство душит меня, я умираю от него, ведь в нем все таинства церкви превратились в одни вековые пощечины Христу. Самые христианские храмы превратились в мрачные тюрьмы для Христа, где мы, священнослужители, за деньги показываем его христианам, и где этот небесный узник часто подвергается всякого рода циничным насмешкам и издевательствам от этих самых христиан. И вот отныне я ненавижу лично себя и таких же, как я, палачей и продавцов христианского бога. Ненавижу я и христианские современные школы, рассадники всякого лицемерия и зла на земле. Ненавижу я и всю современную христианскую литературу, которая вся есть язычество, вся есть духовная зараза, очаг духовных бацилл и всякого рода миазмов, заражающих человечество. Наконец, ненавижу я всю современную христианскую культуру, которая вся есть царство дьявола. Всего этого не выносит душа моя. Хотелось бы мне как можно скорее уйти из этого культурного, лицемерного и залгавшегося современного христианства. Уйти туда, где находится одна чистая святая простота и правда христовой жизни. О, как я люблю жизнь Христа! Мне так и кажется, что она вся соткана из одних светлых лучей любви Святого Духа. О, как бы я хотел по образу жизни Христа упростить свою личную жизнь? Я замолчал. Юнкер сидел задумчив. Минут через пять он спросил меня, «Что же мне делать, чтобы стать истинным христианином?» «Я думаю, нужно любить Христа и жить исключительно по его нагорной проповеди», ответил я. После этого мы еще немного побеседовали и Юнкер опять спросил меня, «Почему, Отец Передон, вы сказали, что таинства церкви превратились в одни вековые пощечины Христу?» «Очень просто», — ответил я. «Дело в том, что все они сведены в нашей церковной пастырской практике на позорную степень доходных статей страшного дьявольского церковного коммерсализма для духовенства». Но это не все. В настоящее время вся тяжесть церковного христианства с живой личностью Христа, с его евангельским учением, совершенно сдвинута на одни таинства церкви. Церковь уже больше не питается непосредственно лично самим Христом и его евангельским учением, а исключительно одними только таинствами. Сам Христос в церковной жизни не только отодвинут этими таинствами на второй план, но он даже заменен ими и находится не в самом центре церковной жизни, а лишь на ее периферии. Вот почему эти таинства церкви являются одними пощечинами Христу. А ведь это ужасно! После этих слов Юнкер долго сидел задумчив, а затем встал и отправился в госпиталь. Когда он оставил меня и вышел из моей комнаты, на меня нашла страшная тоска. Я сейчас же оставил свою комнату и точно сумасшедший бросился бежать в лес. Долго я бродил по лесу. Тоска все по-прежнему давила меня. Несколько часов я находился в таком тяжелом состоянии духа. Наконец слезы брызнули из глаз, и я начал плакать. Через часа два после этого я вернулся к себе в свою комнату. Было уже темно. Я хотел лечь, спать, но не мог. И вот когда я был подавлен бессонницей, когда я чувствовал, что сна у меня нет, тогда пришла мне в голову мысль прочесть сверток в своей рукописи, в которой были мои наброски с натуры типов сумасшедших военных, лишившихся рассудка от одних ужасов всей мировой войны. В это время я открыл ящик стола, достал оттуда этот свиток и начал читать. Субтитры создавал DimaTorzok